Моторска и пригороды. По словам ополченцев, используют гаубицы, самоходные минометы, тюльпаны, даже систему ГРАД. Славянские снаряды упали прямо в центре города. Есть погибшие, раненые среди мирного населения. Один из снарядов попал в дом, где находилась пятилетняя девочка. Ребенок погиб. Другим убило пожилого мужчину, который в этот момент шел по улице. Снаряды разорвались на автозаправочной станции, повредили газовую трубу и разрушили церковь. По словам народного мэра Славянска Вячеслава Пономарева, скорая помощь не успевает обрабатывать все вызовы. А в больницах остро не хватает медикаментов. Сейчас в городе горят все заводы и фабрики, а также здание горосполкома, куда также попал снаряд. У нас на прямой связи из Славянска наш корреспондент Андрей Чистяков. Андрей, добрый день. Какие подробности к этой минуте? Здравствуйте, Екатерина. Ну, кому добрый день, а кому не очень. Город сейчас сидит без света. Источено практически 90%, если не весь, Славянск. Среди 40 раненых, которые сейчас водят с разных районов города, примерно половина это гражданские, есть погибшие дети. Буквально в метрах трех ста от гостиницы, где мы находились, прямой наводкой попали в жилой дом. Погибла 4-летняя девочка и не смогли довезти до больницы. Сегодня снаряды угодили на территорию рынка, в районе церкви и также в горосполком. По словам мэра города, которого мы слышали примерно два часа назад, в этот момент в горосполкоме в зале заседаний, в актовом зале, собирались дети, которых планировали эвакуировать. Буквально в зале заседаний Просто нет. Вот люди периодически выходят на улицы, когда затихает пальба. Сейчас ее стало поменьше. Ну снаряды продолжают лететь в центр города. Кирина. Спасибо. С последними новостями из Славянска, который подвергся сегодня мощному обстрелу, был наш корреспондент.